Чуваши участвуют в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. До 2020 года во всех населенных пунктах, где проживает тысяча и более человек, примут новые правила благоустройства. 47 дворов и 15 так называемых общественных пространств города Чебоксары будут модернизированы. На реализацию программы в 2017 году столица получит 150 миллионов рублей. Сегодня данные проекта вынесены на публичное обсуждение. Вчера в ЧГПУ имени Яковлева состоялась одна из них. Речь пошла о проекте реконструкции благоустройства сквера, прилегающего к площади республики и известного как Огород. В начале прошлого века современная площадь республики располагалась на территории Верхнего базара. И именовалась она Ярмарочная площадь. С 1934 года – советская. С 1950-х годов получила имя Ленина. Именно в это время сквер за памятником Ильичу начал оформляться. Здесь были посажены голландские, голубые ели, несколько сотен древовидных растений, тысячи цветов, рослиц, великоштаны. Сквер стал визитной карточкой города Чебоксары. Фото с Домом советов можно было увидеть на открытках, почетных грамотах и даже пачках с папиросами. Современное название «Площадь республики» было дано в 1996 году. А вот кто и когда придумал название для сквера – неизвестно. Но огородом его именует не одно поколение чебоксарцев. Сквер стал менее помпезным и определенно нуждается в реконструкции. Студентам ЧГПУ имени Яковлева и Чувашской сельскохозяйственной академии предложили ответить на вопрос, какую бы они хотели видеть эту зеленую зону в центре города. Фонтан, который зимой или в осенне-весеннее время будет преобразовываться в сцену для проведения каких-либо зарядок со звездой, физкультурных мероприятий, либо творческих пятиминуток на перемене. В свою очередь студенты сельхозакадемии хотели бы видеть в парке скульптуры и альпийские горки. Кроме этого поступило предложение здесь же устроить музей под открытым небом, открыть галерею молодых ученых, вместо обычных фонарей и светильников установить множество лампочек, которые должны создать иллюзию звездного неба. Многие сошлись во мнении, что в сквере не должно быть курилок, а для желающих подымить должны быть обустроены места для курения за пределами сквера. Глава Ленинского района пообещал, что все предложения, замечания и идеи будут учтены. А мы напоминаем, своими соображениями по поводу внешнего вида огорода могут поделиться и жители столицы. Эскизы, проекты и замечания по поводу реконструкции парка можно отправлять на электронный адрес или оставлять по телефону 23-44-53.